всем привет в этом видео я поделюсь рецептом велюра без какао-масла и зеркальной глазури без шоколада без сгущенки если вам интересно смотрите дальше для зеркальной глазури нам понадобятся следующие ингредиенты ковшик наливаем сливки молоко добавляем сахар инвертный сироп отмеряем желатин добавляем воду перемешиваем оставляем для набухания отдельно отмеряем сахар добавляем кукурузный крахмал ковшик ставим на плиту вначале я ставлю максимальную температуру и постоянно помешивая грею массу когда масса достигает примерно 50 градусов я снижаю температуру и всыпаю перемешанный сахар с кукурузным крахмалом интенсивно надо мешать чтобы не образовались комки массу лучше греть на низкой температуры ниже среднего чтобы она не пригорала равномерно загустела это может занимать некоторое время но так у вас не пойдет комками все получится без проблем после того как она начала кипеть только потом она будет постепенно начинать густеть поэтому надо очень интенсивно мешать мешать надо до загустения и в идеале конечно любой заварной крем попробовать на вкус нет ли привкусы крахмала если нет привкусы крахмала масса не загустела но она остается вот такая довольно жидковатая снимаем с плиты добавляем набухший желатин все перемешиваем переливаем в емкость где будем перебивать блендером добавляем краситель по желанию лучше всего подходят водорастворимый как сухой так гелевой перебиваем блендером держим блендер под углом чтобы не образовались пузыри ну если образуется это тоже ничего страшного потом глазурь будет стабилизироваться покрываться пленкой и все пузыри можно избежать чтобы глазурь быстро остыла и стабилизировалась переливаем плоскую тарел чем тоньше слоем будет глазурь тем быстрее она стабилизируется покрываем пленкой в контакт и оставляем остывать при комнатной температуры и потом ставим в холодильник обычно любая глазурь должна стабилизироваться примерно 10 часов но если ее налить вот таким тонким слоем как я очень быстро стабилизируется если оставить в том стакане где перебивала блендером она будет стабилизироваться 10 часов но в любом случае если вы не спешите я советую любую глазурь лучше стабилизировать но я специально провела вот такой эксперимент как глазурь будет себя вести после остывания застывания она у меня провела при комнатной температуры примерно два часа я ее даже не поставила в холодильник вот такая она получается после стабилизации получается такая как киселеобразная так как составе у нас крахмал на вкус очень нежная сливочная потом глазурь я перекладываю стакан подогреваю до такого состояния когда она по бокам уже жидкая но в центре остается еще густая такую глазурь перебивая блендером она уже почти нужной температуры этой глазури рабочая температура 28-30 градусов пока глазурь остывает до нужной рабочей температуры я в это время подготовлю велюр для велюра нам понадобится белый шоколад и кокосовое масло берем белый шоколад добавляем кокосовое масло подогреваем импульсами чтобы белый шоколад не перегрелся перемешиваем чтобы получилась однородная масса добавляем краситель тут мы добавляем жир и растворимый краситель все перебиваем блендером можно перемешать и ложкой ну конечно вы если перебить благо то краситель лучше раствориться берем вот такой пластиковый стаканчик очень мелкая сито велюр я пропускаю всегда через очень мелкая сито чтобы не остались никакие крупинки от красителя перемешиваем и измеряем температуру температура такого велюра может быть от 26 до 33 градуса пропорции такого велюра тоже можно менять велюр подготовила оставила и возвращаюсь к зеркальной глазури у меня она 30 градусов пока я все подготовлю она еще немного остынет подготавливаем торт если торт стоял в пищевой пленке проходимся руками чтобы сгладить конденсат если торт достали только из силиконовой формы то конденсат не образуется наливаем глазурь по поверхности можем пройтись спатулой но я прошлась холодной спатулой у меня лишняя глазурь как бы снялась но чтобы снять пузыри которые образовались на поверхности спатулу надо брать горячую держим в горячей воде вытираем и проходимся вот горячей спатулой и тогда все пузыри снимаются с лишней глазури глазурь довольно быстро стабилизируется когда глазурь больше не стекает прохожусь ножом снимаю подтеки и ставлю на подложку у меня образовались пузыри во первых потому что я глазурь не стабилизировала и не ждала чтобы пузыри исчезли я все дело очень быстро и поэтому у меня очень много пузырей и второе если будете проходиться горячей спатулой тогда тоже пузыри будут меньше ну как вы видите глазурь которая простояла два часа тоже хорошо ложится застывает непрозрачным слоем и так как у меня на поверхность пойдет дополнительный слой тортика то пузыри меня не пугают они мне не мешают беру велюр примерно 29 градусов так как эта форма с таким с таким узором с разными углублениями и и очень трудно с краскопультом равномерно красиво покрыть поэтому лучший способ это держать в руках вращать в нужное положение и равномерно покрыть тонким красивым слоем если есть аэрограф тогда гораздо легче и а и 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 такой велюр получается тоже эластичный. После того, как торт разморозится, то велюр не пойдет трещинами. Это большой плюс для муссовых тортов. Эта глазурь после того, как торт разморозится, она вообще не прилипает. К ней можно дотрагиваться, она не липкая. Велюр тоже очень хорошо режется, он не крошится, торт не трескается, торт я разрезаю после разморозки на второй день. Это выходит, торт простоял в холодильнике 10 часов и никак не поменялся визуально. Велюр очень приятный на вкус, очень удобный в работе и также сама глазурь на вкус очень нежная, в меру сладкая, сливочная. Советую вам попробовать, потому что это очень хорошая альтернатива как глазурь, так и велюр. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!